Друзья, всем привет. Я Анатолий Климович, город Таганрог. Сегодня 29 октября 2018 года. И вот через несколько минут сегодня в городском доме культуры состоится торжественное мероприятие. Сегодня творческий юбилей нашего знаменитого в городе Таганроге актера Игоря Пащенко. И вот, друзья, я... По воле моя, не боюсь всего до одной спеть. На сцену снова выходить и петь, как белый, а не любить. Обидусь сердцем позабыть. Добрый день, друзья, и господа. Мы рады приветствовать вас на нашей 55-й юбилейной экскурсии. Были и не были Игоря Пащенко. Со временем экскурсии вы сможете познакомиться с жизнью и творчеством гениального, потрясающего, талантливого Игоря Пащенко. Прекрасный бассейный день. 28 октября на свет появился прекрасный усатый карапуз. Первым делом малыш собрал группу Акушенко и провел экскурсию по роддому. После чего его посетила муза, и он написал свое первое стихотворение. Не спится, подвинув ночи колдовство, ездить свой начиную с собой. Открыл глаза и улыбнулся над утой тучей за окном, что грезило дождем пролиться. В боках, а самыми свином, проник развив курсовым весном. Потом, под белым полотном, совсем немного потянулся, себя почувствовав кордом, который от меня житом молился. Я был творением и творцом, я был корнями и ленцом родился. Охотник, мой медведь, я в мир отправился гонцом за волосом и за жрецом, который от меня волосом коснулся. Будь жертвым и стать жрецом, безропотным и гордецом, я побудился. Шло время, мальчик рос, вот уже выпускник ущербской средней школы номер один. А вот и Вильоневич поохотил, все тащи были его, если вы понимаете, о чем я. Моя любезная, словно бескожая, моя страстная, словно обожая. Вы, словно ли, странно похожая. С семьями в нашей ладони, все приедут, ложатся на руку, а я отныне не были на войси. Жизнь сгодит бесказую вскользь. Жизнь сгодит бесказую вскользь. В 1981 году судьба привела Игоря Георгиевича в город Чехово. Словно казацану Антон Палович указал ему дорогу домой. Игорь Георгиевич заболел страшным недугом театром. Причем в хронической форме. Кроме этого, он также заболел поэзии. Две королевы, две стихии, две цветвы, в тех же рновах и язерном мешнике, сухими ветками тянувшись до воды и ненавившись струнами тудни. Две королевы, две стихии, мрак и лед, огонь и свет, Их изначальный танец над вечной весной без шабашного работа, в котором я всегда решилась танец. Две королевы в долгой битве за престол с азартом рвут вселенную на части, где снег одно, второе дону, боль и сон. И правил нет, и нет, азырная мастер. Но где же сам виновник сегодняшнего торжества? Две королевы в долгой битве за престол с азартом рвут вселенную на части, В том, что, может быть, прелесть с небе, как два другого дня, С неба встречая с песнями слеванская сынья, Санкт-Петербург Аплодисменты Аплодисменты Ох, видишь, барин, трое деток у тебя, два молодца и одна девица, такие же красивые, старые, умные, как ты, а вообще плутный барин, ох, плут. Женщин красивых любишь, деньги, мелкие, маленькие, баллы, а в профессии свои ты лучший из лучших, вижу тебя в кругу людей, по старинным булочкам ходишь и все рассказываешь, рассказываешь, то ли были свои, то ли не были, а вообще большой дизайн, но не вырос. Садик до сих пор ходит, но не простой, а театральный, ждет тебя, барин, удача, успех, счастье, застолье богато, ну, а на завтра похмелье тяжелое, ох, тяжелое, знаю, барин, любящий песни и пляски наши цыганские, Тогда у нас водись сам и друзей своих, старочка! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПЕСНЯ 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 КОНЕЦ 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 И вошлите градусы элькады, тыкила на 15 копеек! И прикажите вам в директорский кабинет принести соль и лимона. Что происходит? Пишу сценариев этого юбилевого вечера и замучился уже! Просто с утра до вечера, пишу с детства, а с вечера до утра там. Возбуждение это во всем теле, а знов, жар, кашин, ноги ломит. В глазах и такие мечтавития. Все, замучился. Это привлек наш Игорь Георгиевич. Он сегодня будет доклад читать у нас в театре, но наш театр, а в прошлом и в будущем, да. Ему бы лишь бы экскурсии свои водить вот это вот, да и птицы пропускают. Напускать опять вот этот доклад, были всякие очки вот это вот своим поклонникам в теле. А я за него пишу. Уже ломит все. Как режиссер наш, пройдет на петро, может. Терпение не могу. Игорь Георгиевич, конечно, не вагинут. Обещал, кстати говоря, мне, если все удачно пройдет, пять капель налетий, триста рублев и какой-то еще орден. Орден им не плачен. Кому он выгнал вообще? Ну ничего. Вот если что-то не получится, добрых не взыщи. Я могу и преступление совершить. Игорь Георгиевич, С юбилеем 55-летним, с вашим, нашим юбилеем. Варим! Даже вида свою. Ну ладно, ладно, что мы... Произвольте такого знаменатого дня, можно... Архиа. 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 Сценарий почти вернул, осталось всего страниц 5, ну нет, это ладно читать, 40 минут, ну ничего, с вами начнем репетировать, вот если никто не помешает, то я вовремя кончу, пустите, я остаюсь. Вот, а что делайте, пожалуйста, пожалуйста, уходи вы на сосы, вот так бывает репетиция всегда. Мы просмотрели один из спектаклей юбилей, в котором наш дорогой юбилеар принимает главное участие, непосредственное. А сейчас слово предоставляется художественному руководителю городского Дома культуры, в стенах которого находится театр-клуб «Сад», где наш заслуженный юбилеар служит актерам. Попротив Мирину Медуану на сцену. Дорогие друзья, всегда волнительно кого-то поздравлять с днем рождения, с праздником большим, а тем более с юбилеем. И сейчас я волнуюсь, очень волнуюсь, честное слово, потому что поздравляю вас от имени большого коллектива, который работает и творит здесь, в стенах городского Дома культуры. Человека широким, талантливого, великолепного актера, известного экскурсовода и лучшего знатока истории города Таганрога. Игоря Георгиевича Клащенко поздравляю с юбилеем в днем рождения. Желаю, чтобы каждый новый день рад был вас увлекающими предложениями и заманочными перспективами, интересными ролями и новыми достижениями. Удачи, хорошего настроения, добрыми делами и счастливыми воспоминаниями. Пусть в жизни будут роли, которые вам в душе, а занятия и поступки, которые совершаются по зову сердца. С праздником вас! Наш юбилеем – прекрасный поэт. Сегодня вы можете услышать его стихи в исполнении актеров нашего театра, а также он сам прочтет для нас свои произведения. АПЛОДИСМЕНТЫ Знаете, самые любимые стихи. Остальные, как мне смешно звучит, надо заучивать, если бы это был даже чужой текст. АПЛОДИСМЕНТЫ У меня такое стихотворение, я вот так жизненно окрепляю, не ныть, не подпинать, не торопиться. Купиться на желтых листьях в тюрьму, вдруг загадать заветную волну, дождаться и на радость очевидиться. Простить себе забытую вину, налить вина и морем насродиться. Раскрыться меду и отдать ему оброненную сердце синему. Стать навсегда и наиму, не ныть, не проклинать, не торопиться, опунуться в жизни и тюрьму. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ПЕСНЯ Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 КОНЕЦ 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 Первым словом Игоря Юрьевича, сразу после Джульетты, которую он сыграл еще в гистерах, стал роль Баба Юги. Именно этот образ неоднократно выставлялся в музее в качестве их основного образа Бабы Юги. В связи с этим, слово предоставляется в музее всех музеев старшему научному сотруднику правительственного музея Алия Абустовнецова. А про насчет по-моему, не знаю, конечно. Но городу исправных из ванных повезло, наверное, так же, как повезло Игорю Георгиевичу, что они встретились. И город обрел ноту, очень важную, и был Владимир. Игорь обрел, наверное, судьбу свою. Потому что здесь реализовались, не знаю, все ли, ну, многие его таланты. Может, еще и не все, может, еще какие-то новые появятся. Мы увидим его в новых опостасах, но пока и тому, что есть, вполне достаточно. И, конечно, и актерский дар, и умение владеть Беруму, все это помогает ему реализоваться, и как пропагандист, и судьбу, так и другу. Но я хочу пожелать Игорю, чтобы здоровье хватило на все и на Бог до самого конца. И чтобы ему желаем, и нам, чтобы мы увидели сборники его прекрасных стихов, посвященных Даганрогу. Я заранее уже как бы заставлю себе место в том, что я буду их использовать в своих мероприятиях иногда. Чтобы появились новые его литературные проекты. Об одном из них мы давно уже говорили, но пока руки не доходят. Он начал работать с детьми, у него получается есть интерес. И, конечно, детям очень нужна вот такая именно игра в историю. Тем более, что Игорь – настоящий хомагинтинс, он человек играющий. Он играет в этой жизни, играет на сцене, играет в писателях. И это замечательно, он не притворяется писателем. Он не напускает на себя гения, не клеит бороду Толстого. Он играет в писателях, он играет в поэтах, он играет в экскурсовуда. Может быть, поэтому у него так хорошо все это получается, потому что и Бог играет с нами. А он отвечает на эту игру. Желаю, Игорь, вам всяческих успехов. И желаю нам, чтобы мы почаще вас видели на вашей любимой заветной лавочке. Глядишь, он через сто лет и появится бронзовым. Игорь Пашин. С днём рождения! Я на любви утраченный мечтатель, Бродящий вечер в отголосках снов. Небесный глаз не злил в это движение, И вдруг поверх катится огонь. Когда с ним бросается ладоня, И мира начинается творение. Игорь Павлович играет на этой сцене очень давно. Один из его любимых цветов и питания для взрослого рода. Многим из вас, я думаю, посчастливилось уже увидеть этот спектакль. Кому нет, добро пожаловать. Он по сей день играется на этой сцене в этих стенах. Я думаю, что сейчас мы с радостью увидим отрывок из этого спектакля. Ну что, убежал, как ты так говоришь? Почему вы его не остановили? Ну вы же знаете, я люблю поспать, это моё слабое место. А я думал, у тебя нет слабых мест. Человек без слабых мест покойный. Интересно, философия. Только я тебе плачу не за философию, А за то, что ты из волосы сделал нормального человека за месяц. Ничего, ничего, сделаю. Время у меня ещё есть. Да. Кстати, если ты думаешь, что она делает с двумя разбитыми бокалами в кафе, Ошибается. Мой ребенок любит гулять с размахом. Однажды я ребенокировал, где философию. Ну ничего, перевоспитаем. Но сначала вы не должны ответить на один вопрос. Что вы не думаете? Не перекидывайте, сын. Вы не должны сказать, почему вы стали воспитывать его только сейчас. Да что? Да не требуется. Всегда был рядом с ним, всегда. Любое желание исполняли. А что надо было в пороге? Да не что? В пороге тогда было у вас. И кто-то нашел в поле. В поле. В смысле он был? В поле. Давай, поддавайте. Понять, что это? Что-то что-то. И только не думай, кому сказали. Бери, кем ты работал. Даже маме не давали. У меня мама. Нет секретов. Второй ассоциал. Что с тобой? Только побыть немножко.